Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более 100 тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Человек в футляре. Россия 19 века. Просторы села Мироносицкого. Два приятеля, витрач Иван Иванович Гимша Гималайский и учитель гимназии Буркин целый день провели на охоте. На ночь устроились в сарае местного старосты. Учитель решил рассказать историю своего сотрудника, преподавателя греческого языка Беликова. Особенность этого человека состояла в том, что он в любую погоду выходил из дома только в галошах, зонтом и в пальто на вате. Все его предметы были зачехлены. Часы, зонтик, перочинный нож. На нем повсеместно были темные очки. Ставни дома закрывались на замки. Беликов пытался оградить себя от различных внешних влияний. Он как бы закрывал себя в футляр. Значимыми и понятными для него были только запрещающие что-либо указания. Отклонения от догм и правил приводили его в смятение. Тихое отношение к жизни угнетало весь город. Но однажды, волею случая, он чуть было не женился. В гимназию пришел новый учитель истории и географии Михаил Савич Коваленко. Эдакий молодой, веселый парень. У него была 30-летняя сестра Варенька. Она славилась красотой и веселым нравом. Хорошо пела и плясала. Все восхищались ею. Даже Беликов. Учителя решили их поженить. Стали по очереди убеждать его в такой необходимости. Девушка ему благоволила и ходила с ним на прогулки. А он все повторял, что брак – это дело серьезное. Новоиспеченный кавалер часто ходил в гости в дом невесты. Дело шло к свадьбе. Но случилось непредвиденное. Кто-то решил пошутить и нарисовал карикатуру на Беликова. На ней он был в пальто, с зонтом и под руку с Варенькой. Все учителя получили такую картинку. Герой Шаржа был в шоке. Совсем скоро он столкнулся на улице с невестой и ее братом. Те катались на велосипедах. Беликов от возмущения чуть не сомлел. Как? Учитель гимназии и женщина на велосипедах? Недопустимо. Следующего дня он отправился к ним в гости. Высказать свое отношение к увиденному. Девушки не было дома. И ее брат очень не любил кандидата в женихи. Так как сам уважал свободные нравы. Нравоучения привели его в ярость. И он спустил гостя с лестницы. В этот момент в дом вошла Варенька. С двумя своими знакомыми. Она захохотала, увидев это зрелище. Этим она привела пострадавшего в полное негодование. Мысль о том, что весь город узнает о его конфузе, повергла его в депрессию. Через месяц он умер. Странно, но в гробу он лежал со счастливым выражением лица. Вот его идеал. Футляр, из которого нет выхода. И он навсегда. На похоронах ощущалось всеобщее облегчение. После смерти Беликова жизнь в городке потекла обыденно и бестолково. Со своими отступлениями от канонов и некоторыми безобразиями. Рассказчик Буркин умолк. А Иван Иванович философски заметил, что теснота и духота города, ненужные бумаги и праздность – это и есть футляр. Рассказчик Буркин